Музыка Японская марка Мазда представила совершенно новый внедорожник CX-70. Мазда вдвое сокращает количество среднеразмерных внедорожников, выпуская новый и большой кроссовер, который фактически несколько укороченный вариант CX-90, но с пятью местами вместо семи. Новый внедорожник также унаследовал платформу, силовые агрегаты и большую часть кузова нового флагмана. Тем не менее, есть несколько отличий в деталях между моделями Мазда. Во-первых, CX-70 имеет немного больше спортивного стиля с большим использованием глянцевого черного, чем хромированный CX-90. В частности, в черные окрашены корпуса боковых зеркал заднего вида, рейлинги на крыше и дверные ручки. Также черным глянцем покрыты карманы опциональных 21-дюймовых дисков. Уменьшенной версии досталась черная сетчатая решетка радиатора и сетчатые вставки в передних воздухозаборниках и бампере. Задний бампер также получил новый дизайн с искусственными вентиляционными отверстиями по углам. Моторная линейка CX-70 полностью заимствована у старшего CX-90. Базовая версия кроссовера комплектуется 3,3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом отдачей 280 л.с. и 450 Нм. Для высокопроизводительной версии S отдачу мотора увеличили до 340 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Также доступен плагин-гибрид мощностью 323 л.с. и 500 Нм тяги с силовой установкой на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового мотора. Бензиновый двигатель дополнен 68-сильным электродвигателем и литий-ионной батареей емкостью 17,8 кВт-часа. CX-70 будет несколько легче и немного эффективнее 90-го. Запас хода только на электричестве примерно 50 км для версии плагин-гибрид. Как и комбинированный показатель расхода топлива 9,05 л.с. на 100 км для шестицилиндрового двигателя. Полный привод является стандартным во всех версиях. Коробка передач. Восьмиступенчатый автомат. Внутри CX-70 выглядит очень похоже на CX-90, по крайней мере до того, как вы поймете, что третьего ряда нет. Доступная красная кожа с черной акцентной полосой представляет собой эксклюзив новинки, дополняющий черный интерьер с контрастными красными швами на дверных панелях и руле. Серая пластиковая окантовка с напечатанным мотивом из углеродного волокна отвлекает внимание от других отличных материалов кроссовера. Мазда, возможно, предложит от 90-го декоративную строчку на приборной панели и отделку из натурального дерева, по крайней мере как опцию. Новый кроссовер имеет почти такое же оборудование, хотя это первая Мазда, которая включает интеграцию Amazon Alexa в информационно-развлекательную систему. Это обеспечивает голосовое управление некоторыми встроенными функциями, например, климат-контролем и информационно-развлекательной системой. А также синхронизируется с домашним оборудованием, которое поддерживает Amazon. Новинка также имеет адаптивный круиз-контроль и функции выравнивания полосы движения. А если человек за рулем не реагирует на усиливающийся набор подсказок и предупреждений, автомобиль постепенно остановится на своей полосе и включит аварийную световую сигнализацию. CX-70 ездит на той же колесной базе, что и 90-й, поэтому место для пассажиров, вероятно, не изменится. В общем, он немного короче, и эта разница заключается только в заднем свесе. За счет отсутствия третьего ряда сидений у CX-70 более вместительный багажник, под полом которого имеется дополнительная ниша для хранения. Тяговое усилие для версий с шестицилиндровым мотором 2268 кг, для гибрида 1588 кг. Новый кроссовер оказался больше, чем ожидалось. В длину он достигает 5100 мм, при колесной базе 3120 мм, а разница с CX-90 в считанных миллиметрах. CX-70 – это уже третья модель Мазда, построенная на заднеприводной архитектуре с продольным расположением двигателя. Окончательные технические характеристики, как и стоимость нового кроссовера, не объявлены, но справедливо предположить, что CX-70 будет немного дешевле, чем CX-90 за 40 970 долларов. Предварительно базовый кроссовер Мазда обойдется 38 тысяч долларов, топовая комплектация – около 57 тысяч долларов. В продаже пятиместная новинка появится позже в этом году. Стоит отметить, что 90-е успешно стартовало на североамериканском рынке в прошлом году. Эта модель продавалась с весны и за неполный год разошлась в количестве чуть менее 31 тысячи экземпляров. У новинки от Мазда есть все шансы повторить этот результат. В самой компании возлагают на кроссоверы большие надежды и рассчитывают, что к 2025 году ежегодный объем продаж должен достигнуть полумиллиона. Тогда как в 2023 году целевым показателем было 350 тысяч автомобилей. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok